Всем привет! В эфире КФО Лайв для абитуриентов. С вами Айгуль Хидиатова. Сегодня поговорим о поступлении в Институт экологии и природопользования Казанского Федерального Университета. Итак, на наши вопросы ответит Аухадеев Тимур Ренатович, заместитель директора по международной деятельности. Здравствуйте! Гельфанов Артур Камилевич, доцент кафедры моделирования экологических систем. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну а я напоминаю, что все свои вопросы вы можете задавать в группе ВКонтакте КФУ. Ну и давайте начнем со вступительного слова. Давайте я начну. Действительно хорошо, что у нас есть очередная возможность встретиться вот в таком онлайн формате с нашими абитуриентами. Вот-вот приемная кампания и действительно те вопросы, которые, возможно, еще есть у абитуриентов, на них срочно нужно найти ответы. Спасибо вам за то, что вы нашли время посмотреть нас. И, собственно, если на какие-то вопросы сегодня вы не найдете ответа, то наши контакты также есть на сайте университета, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, если вы к нам обратитесь и в частном порядке. Говоря про наш институт, важно отметить, что если вы настроены на выбор профессии, такой профессии, которая позволила бы, было бы направлено решение экологических проблем, которая была бы о окружающей среде, и вы хотели бы, чтобы ваша работа была связана с решением проблем окружающей среды, с выработкой некоторых технологий, управленческих решений и так далее, то вам однозначно в наш институт. Давайте определим, на каких направлениях на бакалавриате есть бюджет и сколько бюджетных мест. Наш институт ведет набор на ряд направлений. Кроме четырех стандартных для нашего института направлений, это экология предупользования, землеустройство, кадастры, гидрометеорология и почвоведение, у нас с этого года есть еще одно направление, новое, ультрасовременное, это направление биотехнологии. Первые четыре направления действительно имеют бюджетные места, и так, экология это самое крупное наше направление, там 55 бюджетных мест, туда можно поступать, если вы сдаете биологию, математику или химию и русский, как я уже сказал, 55 бюджетных мест. Землеустройство и кадастры. Если вы сдаете математику, физику или информатику и русский язык, то вы можете подать заявление на это направление. Если вы сдаете математику или информатику, русский язык и географию, то ваш путь лежит на направлении гидрометеорология. Если вы сдаете биологию, математику или химию и русский, то вы можете поступить также на почвоведение. Обращаю внимание, что перечень вступительных испытаний на почвоведение и на экологию и предупользование одинаковый. И если вы сдаете математику, биологию или химию и русский, вы можете поступить на наше новое направление – биотехнология. Первые четыре направления, как я уже сказал, имеют бюджетные места. Это экология 55 бюджетных мест, остальные три направления по 25 бюджетных мест. Если вдруг вы имеете желание учиться на одном из этих направлений, но баллов вам, ну вы немного не добрали баллов, то на всех перечисленных направлениях также есть и контрактные места. Поэтому не отчаивайтесь, вы наиболее вероятность сможете воплотить свою мечту в жизнь и поступить в наш институт. Ну и давайте определим, какой средний балл для поступления на бюджет. Вот, говоря о среднем балле, важно отметить и то, как он формируется. Дело в том, что абитуриенты поддаются иногда некоторым таким паническим настроениям, и в конце уже приемной кампании думают, что они не проходят, и в панике забирают документы и уходят, тем самым проходной балл несколько понижается. Поэтому, конечно, прошлый год он был несколько особенным, и проходной балл был достаточно невысоким. И вот тут, конечно, правильно не средним оперировать, а минимальным проходным баллом. И, например, на экологию предупользования проходной балл был 199, на землеустройстве года 181, ну и так далее. То есть это баллы были не самые высокие, и они ни в коем случае не отображают ситуацию этого года. Как же вам, в общем-то, правильно себя повести? Наверное, будет правильным, если вы начнете все-таки дружить с приемной комиссией и спрашивать, в том числе нас, о своих шансах на поступление, о своем месте в рейтинге. Ну и таким образом для вас будет более прозрачная ситуация. Поэтому не ориентируйтесь только на баллы, пожалуйста, а все-таки на фактическую конкурсную ситуацию. А как будет проходить процесс поступления в этом году? Как подавать документы? Процесс поступления в этом году имеет особенности. Особенности по отношению к прошлому году, но не особенности по отношению к историческому процедуре приема к исторической. Также ваше поступление начинается с регистрации на нашем портале. В социально-образовательной сети буду студентом КФУ. Там вы заполняете свой личный кабинет, загружаете все необходимые документы. Но отличием от прошлого года является то, что вы перед выходом приказа должны принести оригинал документа об образовании. Только на основании его вы можете быть зачислены. Если вы иностранный студент, то для вас уже процедура поступления началась. И вы уже с 1 марта имеете возможность зарегистрироваться в вышеупомянутой сети, загрузить все документы. И уже даже начались волны вступительных испытаний, первая из которых уже прошла. Следующую волну мы ждем в июне. И тут вот поступил вопрос. Есть ли подготовительные курсы для старшеклассников? Подготовительные курсы, ну в данном случае вы поступаете на основании ЕГЭ. И таким образом, конечно, тут подойдут любые подготовительные курсы, которые были бы направлены на освоение, на подготовку к ЕГЭ. Наш институт в настоящее время такой подготовки не ведет, но мы над этим думаем. А можно ли поступить в ваш университет после окончания колледжа? Можно. Если вы имеете диплом среднего профессионального образования, то есть являетесь выпускником колледжа, то вы имеете возможность сдавать внутренние вступительные испытания. Но для вас есть особенности. Вы должны подать документы уже до 10 июля, так как уже буквально со следующего дня начинаются вступительные испытания внутренние для вас. И вы также в общем конкурсе будете иметь возможность поступать. А планируется ли повышение стоимости обучения в этом году? Насколько известно, повышать стоимость обучения в этом году не планируется. Она останется на уровне прошлого года. Тем самым вот такой приятный бонус этого года. А есть ли возможность перевода с договорной формы обучения на бюджетную форму? Очень хороший вопрос. Действительно, такой запрос существует. И такая процедура есть. Как же это осуществить? Дело в том, что необходимо выполнение ряда условий. Первым из которых является наличие бюджетного места, на которое вы планируете перевестись. Кроме того, условием является то, что вы должны закончить первые два семестра и закончить его на оценке «хорошо» и «отлично». И тогда при выполнении этих трех условий вы можете претендовать на перевод на бюджетное место. С какого курса начинается практика? Где и как она проходит? Наш институт, он очень интересный, романтичный, полевой институт. И действительно, у нас очень яркие впечатления студенты получают на практиках. В зависимости от направления практики бывают разные. И после первого курса обязательно учебная практика, ознакомительная. Она, как правило, на ряде направлений. Она выездная, она за городом. Институт располагает достаточно комфортными базами практик загородными, где студенты около месяца проживают со своей группой в лесу, ближе к объекту исследования. Это то, что происходит на первых курсах. На старших курсах студенты в зависимости от направления проходят практику на предприятиях согласно их профилю. То есть так, например, студенты-экологи могут проходить в организациях своего профиля, то есть в Минэкологии, например. А почвоведы могут проходить в агрохолдингах, также в Минэкологии, в Министерстве сельского хозяйства и так далее. А землеустройства и кадастры в практику проходят на Минземимущество, в кадастровой палате и прочих организациях. И таким образом вот выбор места практики, прохождение практики способствует тому, что они, как правило, там нравятся, им предлагают там остаться. Но тут очень важный еще момент, который хотелось бы подчеркнуть, что в процессе обучения студенты получают несколько больше, чем просто компетенции, например, эколога. А студенты осваивают... У нас учебные курсы насыщены цифровыми технологиями. У нас большинство профилей обучения, например, метеорология, имеет профиль обучения цифровая метеорология, анализ и прогноз опасных явлений. Но то есть так или иначе она основывается на цифровых технологиях, на современных технологиях. И вот с нами сегодня представитель кафедры, которые вплотную занимаются как раз вопросами программирования, которые у нас... Мы заметили такую особенность, что у нас есть доля выпускников, которые после окончания вуза работают даже программистами. И вот мне хотелось бы передать слово Артуру Камильевичу для того, чтобы он, так сказать, нас удивил действительно тем каскадом цифровых технологий и языков программирования, которые предстоит при вашем желании изучить вам, обучаясь в институте. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Действительно, у нас романтичный, скажем так, институт, то есть много полевой практики, но есть еще такая часть, как обработка данных. Дело в том, что эти данные собираются, но потом с ними что-то нужно делать. И сегодня достаточно много таких модных слов, таких как big data, большие данные, data science, наука о данных, машины, обучение. Это все сегодня это мейнстрим в силу того, что сегодня данных все больше и больше. Ну, в первую очередь, конечно же, это идет у нас от данных поисковых систем, такие корпорации, как Google, Яндекс. У них много курсов на эту тему. Но и в области экологии, в области природопользования, в области науки о Земле также становится все больше и больше данных. И все эти данные, они требуют математической обработки. Дело в том, что, как правило, это просто наборы чисел, наборы чисел, и человеку очень трудно ими оперировать. То есть мы просто видим числа, да, и мы не понимаем, что с этим делать, какие выводы, да, то есть какие выводы делать из этого. Вот. И как раз-таки вот за эту область отвечает так называемая data science. Ну, например, да, что можно сказать, какие примеры привести? Ну, в частности, в экологии используются данные спутниковых снимков. И это у нас традиции по обработке спутниковых снимков достаточно давно. И надо сказать, что сегодня, то есть у нас по состоянию на 2022 год становится все больше и больше вызовов. То есть, во-первых, эти данные спутниковых снимков, они все больше и больше в разрешении. То есть этих данных все больше и больше, да. Во-вторых, есть данные дистанционного зондирования более локальные. В частности, у нас есть кафедра ландшафтной экологии, которые работают с таким устройством, как квадрокоптер, который ведет локальную съемку. И, например, они получают данные по рельефу какой-нибудь местности с разрешением метр на метр, да. Вот. И это огромные массивы данных, которые нуждаются в математической обработке. И сегодня вот это вот направление, такое как Big Data, Data Science, оно зиждется на нескольких китах. Ну, в первую очередь, это, конечно, компетенции по накоплению баз данных. То есть это навыки работы с базами данных. То есть это, в первую очередь, это, конечно же, язык SQL, язык запросов, то есть умение делать выборки и тут же анализировать прямо на этапе выборки. Вот второе — это… ну, второе и третье, назову это работа с помощью языков программирования, обработка, это язык R, то есть это язык статообработки, то есть язык, с помощью которого специалисты, которые не обязательно хорошо разбираются в программировании, в базовом, да, они могут уже, вызывая функции, применяя их данным, да, получить какие-то выводы. Язык R и язык Python. Язык Python, он более универсальный по сравнению с языком R, то есть в нем возможности как статообработки, так и программирования каких-то прочих алгоритмов, то есть это умение делать, допустим, веб-сервисы, можно сделать это на языке Python. И всему этому мы обучаем, то есть уже начиная с первого курса на занятиях по информатике и далее потихоньку, значит, это у нас курсы по базам данных, и далее это язык программирования R. Многие курсы, которые не обязательно напрямую связаны с программированием, да, они используют эти языки, и язык R, и язык Python. И сегодня это нужно не только программистам, да, как я уже говорил, но и специалистам, вот, и экологам, и химикам, конечно, это нужно, и специалистам по направлению кадастры, то есть они тоже оперируют большими массивами данных, например, об участках, да, и об использовании этих участков. То есть на нашем факультете много, в нашем институте изучается много курсов, я думаю, что у нас, наверное, один из самых по разнообразию курсов, да, один из самых богатых институтов, и вот эта вот физмат-часть, она занимает достаточно большую роль. Мы обучаем и фундаментальным основам, но также и вот практическим навыкам обучаем. Конечно, это достаточно такой долгий путь, то есть это осваивается не так быстро, поэтому уже на этапе поступления в бакалавриат, я думаю, можно думать даже о том, что продолжать дальше обучаться в магистратуре, потому что в магистратуре тоже у нас более продвинутые курсы, то есть больше, у которых выше уровень владения вот этими языками программирования и методами обработки данных. Поэтому рекомендую поступать к нам, ну и в дальнейшем делать карьеру в магистратуру, аспирантуру и вперед. Хорошо. А есть ли у вас заочное отделение? Заочного отделения в нашем институте нет и никогда не было, но часто заочкой интересуются выпускники бакалавриата, опять же, стремящиеся как-то полноценно работать и все-таки продолжить обучение. И, вы знаете, мы стараемся все-таки людям, поступающим в магистратуру, идти навстречу даже не на заочном отделении, а как-то вот стараться адаптировать расписание под студентов. Поэтому, если вы именно относитесь к той категории, которая для того, чтобы работать и параллельно учиться, и вы выпускники бакалавриата, рассмотрите вариант очной магистратуры нашего института. А как поступить на магистратуру? Какие нужные экзамены сдавать? При поступлении в магистратуру необходимо сдать профильный экзамен. Он один, и также вам необходимо начать свое поступление с процедурой регистрации на нашем сайте. Кроме того, если вы планируете не в этом году поступать в магистратуру, например, на следующий год, то у нас проводится Олимпиада Магистреум, которая, в общем-то, дает вам возможность сдать еще буквально в феврале, пройти эту Олимпиаду. И в случае, если вы станете призером, то ваш результат будет зачтен как вступительное испытание. Таким образом, вы избавите себя от некоторых нервов и такого конкурсного отбора, который будет происходить летом. Таким образом, вам можно, ну, в любом случае, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. По поводу магистратуры важно отметить, что у нас есть несколько профилей магистратуры. Это экология и природопользование с профилем системной экологии. Это экология и природопользование с профилем экологическая безопасность. Это почвоведение, это землеустройство и кадастры, это гидрометеорология и биотехнология. То есть мы по всем направлениям бакалавриата также обеспечены и профилями магистратуры, при том, что экология и природопользование обеспечены даже двумя профилями. Поэтому каждый сможет выбрать себе направление по душе. Ну и последний вопрос. Если возникнут вопросы, как связаться с институтом? Связаться с институтом. Вы можете набрать в поисковик, во-первых, посетить сайт института экологии и природопользования, и вы увидите там контакт как Деканата, так и мой сотовый телефон. Вы можете либо позвонить, либо написать в WhatsApp, Telegram, куда угодно, как вам удобно. Я постараюсь вам ответить. Если вы хотите, если нас смотрят, например, учителя общеобразовательных школ, и вы хотите, ну, чтобы вам помогли организовать, чтобы провели экскурсию по институту, мы также открыты к такому сотрудничеству. Вы также можете меня найти, также по тем же контактам. И мы тоже постараемся вам это организовать, помочь. Вот так что милости просим, давайте дружить. Спасибо большое за беседу. С вами была Игуль Хидиатова. Это был КФОЛЛайв. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok